В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Жители Ленинского городского округа отметили День России. Замечательный праздник. Он нужен. Такие праздники нужны нашей стране. И он должен быть. Творческие коллективы муниципалитета выступили на праздничном концерте у кинотеатра «Искра». Ты от рождения внешься в каждом свете и наполняешь гордостью сердца. В Центральном парке прошел День милосердия и благотворительности «Белый цветок». Одна из главных заповедей – это любить ближнего. Соответственно, любовь к ближнему является таким важным маркером, который побуждает нас, собственно, к доброделанию. Жители Ленинского городского округа отметили День России. Праздничные мероприятия начались с легкоатлетического забега и продолжились развлекательной программой в Центральном парке. Наш корреспондент Юлия Погосьян среди прочих гостей окунулась в торжественную обстановку этого дня. День России – праздник, объединяющий всех жителей нашей Родины. Россия всегда славилась своими талантами, трудолюбием и гостеприимством. В этот день по всей стране проходят праздничные мероприятия. В Ленинском городском округе они традиционно начинаются с легкоатлетического забега. Небольшая разминка и в дорогу. Более 300 жителей муниципалитета, среди которых сторонники партии «Единая Россия» и представители «Молодой гвардии» пробежали от Видновского ЗАГСа до стадиона «Металлург». На финише каждого участника ожидала награда в виде медали и воздушных шаров в цвет государственного флага. Это очень важное мероприятие на сегодняшний день. Такое, как сегодняшнее праздничное мероприятие такого уровня района, оно объединяет всех спортсменов, всех, кто неравнодушен, всех россиян, всех наших жителей. Особенно такую активную часть жителей, которая занимается спортом. Лето на дворе, солнце светит, замечательно, а чего бы и нет. Мы пробежались, получили медали. Ну, просто кайф. Получаю все время. Я все время буду приходить просто каждый раз. Жаль, что они не шоколадные. Я вообще тренер йоги и пилатеса, но бегаю первый раз. У меня первый мой забег и такой опыт. Вообще просто бежала счастливая, не закрывая рта. Так классно. Наверное, я продолжу. Елена Черкова в забеге участвует каждый год. Праздник совпадает с ее днем рождения. Приходит сюда всей семьей. С малых лет приучает сына к спорту. Я думаю, что я вполне достаточно быстро прибежал. Я считаю, это очень хороший результат для 13-летнего ребенка. Но надо двигаться, развиваться и прибегать быстрее. Чуть позже уже в Центральном парке отдыха города Видное началась развлекательная программа для детей и взрослых. Несколько зон с мастер-классами. Сегодня у нас кукла «Россияночка» называется. Подготовка была к этой кукле. Мы делали заготовки вот эти, да, заранее. А теперь детишкам их нужно собрать. Это без иголок, просто используем ткани и ниточек. То есть достаточно легко, да? Ну, относительно. Завязывать только детишкам тяжеловато. А так справляются. Аквагримом. Я выбрала фламинго розового. Это, во-первых, розовый мой любимый цвет. И больше не понимаю, почему я не знаю. Он мне больше всех понравился. Здесь же прошла выставка животных «Хочу домой», где каждый желающий мог забрать приглянувшегося питомца и дать возможность кошечке или собачке обрести семью. На сцене парка выступал веселый клоун и местные творческие коллективы с танцевальными и песенными номерами. Все будет хорошо. Куда бы ты ни шел, на правый трудный бой. На левом мир пустой, но будь самим собой. И все будет хорошо. Замечательный праздник. Он нужен. Такие праздники нужны нашей стране. И он должен быть. Эти праздники очень веселые. Я знаю одну песню по России. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила. День России, он большое значение имеет для нашей России в настоящее время. Мы очень любим его. Вот с внуками пришли, с женой. Всем нам очень понравилось, хорошо организовано. Мы отдохнули в парке. Ну, вот сейчас послушаем с удовольствием, послушаем этот концерт. На этом праздничная программа «Видном» не закончилась. Гуляния продолжились до вечера. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Гульнара Балаева. «Видно этого». С России в сердце под таким названием прошел концерт у кинотеатра «Искра», завершивший праздничные мероприятия. Творческие коллективы и исполнители подготовили для зрителей программу, в которой прозвучали песни о нашей родине, танцевальные композиции разных народов России. На концерте побывала и наша съемочная группа. О России написано множество песен душевных, лирических и драматических. Одни слушаешь с трепетом и дружью в сердце, другие с гордостью. Но какие бы песни о родине не были, безучастным к ним быть невозможно. Ты от рождения бьешься в каждом свете и наполняешь гордостью сердца. Моя страна огромная, как детство, которой нет ни края, ни конца. Семья Гуреевых сегодня на концерте в полном составе. А как иначе, глава Борис Гуреев и его сын Глеб среди выступающих. Этот праздник мы каждый год отмечаем семьей всегда на таких мероприятиях, на торжествах. И уже у нас растут юные артисты, которые тоже принимают участие в праздниках, посвященных Дню России. День России, ты считаешь, праздник это насколько большой? Это настолько большой на всю Россию, что ее знает каждый человек. Поздравляем вас с таким прекрасным праздником. Очень хорошо, что он есть. Очень хорошо, что он вселяет в нас то чувство, которое мы можем передать своим детям, всем, кто сегодня собрался. Самое главное – мира во всем мире и будьте все счастливы. «С России в сердце» – так назвали концерт. Этот праздник – один из тех, который объединяет творческие коллективы Ленинского округа. На сцене ансамбли и сольные исполнители. Гляжу в озеро синие, в полях ромашнику. Зовут тебя Россию, единственной зову. Мы поздравляем всех жителей Ленинского округа с этим замечательным праздником. Это очень важный государственный праздник нашей России. Желаем всем добра, тепла, милосердия. И в наше нелегкое время быть всегда едины, быть силой, мощью нашего государства. Сегодня замечательный праздник – День России. Я от всей души поздравляю не только наш округ большой, а всю Россию. Музыка задала настроение, и люди радовались празднику, поздравляя всех с этим замечательным днем. Я поздравляю Россию с праздником, желаю процветания нашему городу, жителям, ну и всего самого класса. Обязательно отмечаем. Мы отметили дома хорошо. Поэтому вышли еще погулять и посмотреть концерты. А в основном в День России отмечаете в кубку семьи или с близкими друзьями? С друзьями. Встретились сегодня, отметили хорошо. Мне очень дорог этот праздник. Я честно скажу, что я родилась не в России, но для меня Москва всегда была столицей нашей Родины. И я вот прямо чувствую, ну как, единение со всей страной. Как вас зовут? Дон. Тулупа националистов. Россиянин. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Сотрудники отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации Ленинского городского округа совместно с представителями линейного ОВД Повелецкого направления провели профилактическое мероприятие, в рамках которого напомнили пассажирам о правилах безопасного поведения в ожидании электропоезда. Акция прошла на железнодорожной станции Расторгуева. Место выбрано не случайно. Здесь, по статистике, с начала года отмечено большое количество происшествий и нарушений правил безопасного перехода. Каждый муниципалитет выбрал ту станцию, где наиболее статистика плохая. В прошлом году у нас было 4 случая на этой станции. В этом году уже один случай травматизма. Участвовали в акции волонтеры Молодой гвардии «Единой России». Они проводили профилактические беседы, раздавали информационные листовки и вручали красные воздушные шары с надписью «Сохрани себе жизнь». Инициатор данной акции – Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Цель мероприятия – еще раз напомнить пассажирам, что пересечение железнодорожных путей разрешено только по пешеходным переходам, мостам и тоннелям. За несоблюдение правил предусмотрен административный штраф. В Центральном парке прошел День милосердия и благотворительности «Белый цветок». Несмотря на свою давнюю историю, в нашем муниципалитете он проводится впервые. В числе гостей была Екатерина Коваленко. Это венок из белых цветов. Тяжело его делать? Они живые. Ну, достаточно тяжело. Тут просто берешь вот такой небольшой бычок и вот так вот его завязываешь лесенкой. Тысячи, если не десятки тысяч цветов, самых разных, больших и маленьких, но обязательно белого цвета, которые символизируют добродетель и радость. В Центральном парке прошел День благотворительности и милосердия под названием «Белый цветок». Акция организована видновским благочением совместно с администрацией муниципалитета и Подольской епархией. Видновское благочение на этом Дне благотворительности представлено воскресными школами, детскими воскресными школами пяти храмов. Успенского храма города Видное, Георгиевского храма города Видное, Александрневского храма города Видное, Никольского храма села Ермолина и Богородица Рождественского храма Тарычева. Совершить доброе дело и помочь нуждающимся приехали воспитанники и педагоги Видновского, Домодедовского, Люберецкого и Малинского церковных округов. Различные мастер-классы, анимация для детей, ярмарка с предметами декоративно-прикладного творчества. Гостям благотворительной акции точно не было скучно. Вот такая вот интересная композиция будет «Ежик». Получается и из шерсти, то есть накладывается шерсть на картину и таким способом формируется дизайн. Дизайн вот такой вот интересный. А еще внимание привлекли столы с едой. Глаза разбегались от разнообразных сладостей и выпечки. Можно было не только полакомиться, но и самому стать кулинаром. Такого сложного ничего на самом деле нет. Просто нужно глазурью правильно работать. То есть в этом никакой закорючки нет. А вкусное попробовала уже? Еще нет, но скоро попробую. Но главный герой дня, конечно, белые цветы. Цветы, которым нет цены. Каждый покупатель сам решал, сколько отдать за букет. Основной принцип благотворительности – кто сколько может, остается неизменным. На самом деле этот день имеет давнюю историю. Он проводился еще при Николае II до революции. Прошло более ста лет, но его цели – все так же благородно собрать пожертвования для тяжелобольных, инвалидов, тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. У нас это вложено воспитанием. Все-таки на христианских началах Россия воспитывалась изначально. И одна из главных заповедей – это любить ближнего. Соответственно, любовь к ближнему является таким важным маркером, который побуждает нас, собственно, к доброделанию, к тому, чтобы поучаствовать в нуждах, в бедах людей, которые с нами рядом. Можно было купить букет или поделку на ярмарке ремесел, а можно просто положить деньги в ящики для пожертвований. Прихожане Казанского храма села Молокова проехали почти 40 километров, чтобы передать собранные средства Тихвинскому центру помощи женщинам. Мы уже 14 лет устраиваем велопробеги от храма по монастырям окрестным, по разным храмам. И вот сегодня велопробег решили посвятить, сделать благотворительный велопробег по храмам города Видное и посетить замечательную акцию «Белый цветок». Именно в пользу Тихвинского центра переданы все средства, вырученные на дне белого цветка. Сюда приходят женщины, которым некуда больше идти. Свободных мест в приюте не бывает. Помогают одни, появляются другие. Иногда, чтобы встать на ноги, нужно всего несколько месяцев спокойствия, говорят сотрудники центра. А бывает, что за это недолгое время жизнь меняется кардинально. Наш центр, он помогает женщинам с детьми, попавшим в сложную жизненную ситуацию. В настоящий момент у нас семь семей с детьми, которым необходима помощь, которые могут у нас отдохнуть, передохнуть, решить какие-то свои проблемы. Получить пособие, решить вопрос с трудоустройством. Собранные деньги пойдут на покупку одежды, детского питания, лекарств. Всего этого нужно много. И помочь центру можно в любое время. Он существует только на пожертвования. И Казирина Коваленко, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видно ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги. Желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания.